Я готовился к космонавтам. Меня включили в экипаж, но судьба складывалась не очень... Ко мне фортуна была не очень любезна. Сначала я готовился с таким космонавтом как Дженебеков, но в другом экипаже, во французском, заболел командир, и у меня отняли этого Дженебекова и передали в этот французский экипаж. А мне дали Ляхову. И мы откатились назад в очереди. И это, конечно, стоило нам двух лет. Не то что ожиданий, мы готовились и работали, но были в роли третьего экипажа. Но судьба... Но судьба потом повернулась по-другому. Те, кто были впереди нас, они не сумели состыковаться со станцией, и мы продвинулись вперед опять. Это был наш первый полет в 83-м году на станцию Салют-7, который продолжался 150 дней. Затем я несколько раз дублировал, и в 1987-м году был включен в новый экипаж и отлетал на станции Мир. Вторую экспедицию также. 160 дней. Всего у меня два полета. И в сумме 304 дня полета. Потом я еще готовился, но уже больше занимался деятельностью как администратор. И вот, как я вам сказал, проработал 20 лет с 87-го года, по 2007-й год в качестве руководителя летно-испытательной службы. А сейчас я нахожусь на должности советника президента нашей корпорации. Корпорация называется Ракетно-космическая корпорация имени Сергея Королева. Мы продолжаем заниматься разработкой новых кораблей космических, кроме Союза. Также уже достраиваем свой сегмент станций международных. И другие проекты, такие как, например, спутник радиосКАФ, авторами которого мы являемся в нашем коллективе. И новые варианты технических систем для новых кораблей. Как меняется, когда вы видите нашу семлю, оттуда, из космоса. Ну, я вообще, и любой космонавт, наверное, скажет, что ему очень посчастливилось, что он смог вылететь за пределы атмосферы и взглянуть на Землю со стороны. Это очень редкое явление, когда это возможно сделать. И сама по себе Земля очень красива. Совершенно неописуемая цвета красные, ее многокрасочные. Сейчас много уже фотографий красивых, хороших. Но натуральный взгляд на Землю ничем не заменится. Земля во всех своих зонах, пустыни, океан, или лес, или город, она красива. И самое интересное, что там ненарисованы границы, господа. Это приятно, и мы очень приятно, что все космонавты биров. Продолжение следует... Не задержайте воздух в Лима. Не загрузьте воздух в Лима. ...купирайте в Лима. Хорошо. Вы также видели объекты не identificados. Это пора многих мифов. Например, что человек с большим творением наемных сил. Но у человека действительно сегодня не так много знаний в сравнении с Господом Богом. И многие вещи мы еще не умеем даже объяснить. В полете мы видели различные нам непонятные вещи, но сказать, что это мы не можем, потому что мы не знаем, какое НЛО и как оно должно выглядеть. Почему-то стали считать, что НЛО это только тарелки, но совершенно не обязательно. Это может быть ящик или шар, это может быть что угодно. Поэтому это очень важная вещь изучения этого вопроса и его надо изучать. И я желаю всем участникам конгресса удачи в этом году. Мы могли бы менять, может быть, планеты, мы могли бы остановиться. и поставить Землю и попасть на другую планету. Да, понятно. В последующие 20 лет пошли на то, чтобы отрабатывать технику, как в Америке, так и в Советском Союзе. Американцы поставили себе задачу во что бы то ни стало летать на Луну. Они это прекрасно сделали. И мы продолжали исследовать космос, находясь в длительных полетах. И платформа, которая находится на орбите Земли, позволяет нам установить научные приборы, телескопы и другие приборы для наблюдения Солнечной системы и дальних планет. И это явилось как бы инструментом для изучения дальнего космоса. Но время еще не пришло переселяться. У нас еще пока много дел на Земле и есть возможность жить на Земле. Поэтому вторая задача, крупная, это исследование и помощь Земле из космоса во время космических полетов. Мы многое узнали, когда полетели в космос. Мы научились искать полезные ископаемые. Вот сегодня нам показали музей геологический в университете. У всех ископаемых Перу, это кладезь, это вообще таблица Менделеева, вся у вас в стране есть. Вы богатейшая страна, как ресурсы. Поэтому вот космос нам помогает отыскать эти ресурсы. Мы помогали отыскивать золото, нефть. А была такая интересная задача, как поиск рыбы в океане. Там, где планктон, там обязательно косики рыб. И рыбаки нам были очень богатары. Японцы стали пристраиваться к нашим флотилиям, когда мы передавали данные о том, что планктон там. То есть космос стал использоваться практически для связи, коммуникации, для оценки состояния природы, экологии, а также погоды, погодные спутники. И сегодня в России делается уклон на разработку таких спутников как можно больше, для того, чтобы лучше знать состояние природы. Так что дорога в космос очень большая, и пилотируемая часть занимает только маленькую долю. И летать в космос это не самоцель, чтобы просто слетать. Нужно обязательно решать какие-то задачи для Земли, для ученых. То есть, чтобы находить что-то, какую-то ситуацию, что служба для жизни на Земле, в форме científicа, и также для тех, кто-то. Когда начинал, это спасти, hace более 50 лет, в мире, в мире, в будущем, что сейчас мы видим. Мы видим, что сейчас мы видим. Мы видим, что сейчас мы видим, что сейчас мы видим. не так, как мы сейчас. Мы видим, как мы сейчас. Мы видим, как мы сейчас. Это очень правильный вопрос. Это очень правильный вопрос. Потому что, действительно, то, что мы смотрели 10 лет назад, у нас не было таких средств, чтобы было глубже посмотреть. Это так же, как в медицине. Сначала мы только слушали легкие и сердце. А сегодня мы имеем такие мощные приборы, как томограф, который может человека разделать по кусочкам, и каждый срезку смотреть, что с ним творится. Точно так же и в космосе. Сегодня мы так глубоко можем посмотреть, что уже можем по шельфу определять наличие нефти. Можем смотреть и предупреждать катастрофы, такие как пожары, сели и землетрясения, но еще не научились их заранее определять. Это очень важная задача. И мы занимались такой задачей, чтобы с помощью астрофизических приборов пытаться предсказать эти землетрясения. Но пока мы не научились этого. Такие очень страшные вещи, как тайфуны, то, что произошло в землетрясении в Японии, это было затем с последствием развития тайфуна, это большой волны, которая сносила всю людскую. Это большая катастрофа. Мы должны научиться не управлять, но, по крайней мере, предсказывать такие вещи. Поэтому взгляд сегодня более глубокий, более детальный. С помощью новой аппаратуры, видеофото мы включаем великолепные вещи и проникаем глубже в свою планету. Поэтому, конечно же, отличие большое. 50 лет принесли много полезных. И надо сказать, что, например, американский космос с автоматическими системами очень хорошо построил свое изучение планет Солнечной системы и спутников. С помощью автоматических аппаратов они делают это в течение многих лет и хорошо делают. В этом клуб вступили другие страны, такие как Китай, Индия. У них уже практически есть. В Китае вообще были уже три космических полета. А в Индии, значит, есть очень хорошие ракеты, которые могут вынести большие корабли на орбиту. И они идут своим путем. Так что космонавтика развивается, она не дешевая, но человек не может жить на земле и не смотреть, что вокруг тебя. Так делали испанцы, когда плавали на кораблях конкистадоры. И так делаем мы сегодня вся цивилизация. Но никого не завоевывали. И поэтому хотели бы, чтобы... ...инвадить ни в другом стране, ни в другом планете. Так что мы хотели бы, чтобы эти ОВНИ или УФО, ...тамбинь эти отношения с нами. Так что мы хотели бы, чтобы эти ОВНИ или УФО, чтобы эти ОВНИ или УФО, неизвестные отношения с нами. Так что, в любом случае, у нас будет радость, чтобы узнать больше о двух. недостаточно. У нас будет. У нас будет. Как вороны. Они могут сказать, что отсюда патligные колесо. Кто-у. Может быть, неут карты. Когда-то. Как вы, как вы. Как вы, как вы. Как вы. Как вы. Что вы можете сделать? Я хочу обратиться к вам молодежи. Я хочу сказать им о том, в Которое... ...де Перу. Где бы они ни жили. Сталици или в каких-то городах. этой замечательной страны и пожелать им, чтобы они изучали науку и технику для применения на благо страны, ее развития, экономики и промышленности и сельского хозяйства и попытались бы приблизить возможность участия в общей космической программе международной. Сегодня отдельно страны почти не летают, сегодня большая международная кооперация, которая и строит корабли и занимается тем, что делают интернациональные космические экипажи и летают этими экипажами в космос. И мы приглашаем молодежь, чтобы она стала грамотной, выучилась и приходила бы как представители страны в наш клуб, мировой клуб космонавт. И мы с радостью вас примем. И у вас будет своя космическая система, как образование, так и изучение вашей Земли и космоса. Ура. Продолжение следует... Редактор субтитров И.М. Ура.